Как вам быть, если во время разговора с вашими новыми русскими друзьями один воскликнет «Кайф!» Ваш обычный словарь не поможет вам это понять. Жаргон, слова, значение которых совершенно отлично от прямого перевода составляющих их слов, это выразительные и всегда присутствующие аспекты любого языка. Если вы их не знаете, у вас может появиться ощущение, что вы теряете нить разговора. С помощью предлагаемого пособия среднего уровня вы усовершенствуете свои разговорные навыки и узнаете, что означает «Кайф!» и 49 других жаргонных слов. Каждое слово иллюстрируется предложением. После каждых пяти идиом следует простой диалог, демонстрирующий их использование в контексте. Раздел 1А 1. Контора. Рабочее место. Офис. Наша контора раньше работала на военную промышленность, а теперь мы производим товары народного потребления. 2. Вкалывать. Тяжело работать. Я вкалываю с утра до вечера на трех работах, а денег на жизнь все равно не хватает. 3. Как папа Карла. Тяжело работать. Он на своем огороде трудится, как папа Карла, спины не разгибая. 4. Технарь. Технический специалист. В нашем институте гуманитарных предметов очень мало. У нас же готовят технарей. 5. Челнок. Спекулянт. Челноки зарабатывают тем, что возят товар из-за границы и перепродают его в России по более дорогой цене. Раздел 1Б. Диалог. Виктор, кончай работу. Обеденный перерыв. Пойдем в кафетерий, кофейку выпьем. Ну, пойдем. Все еще трудишься над своим проектом? Да. Честно говоря, надоело уже все. Сил нет. Пора увольняться из этой конторы. Почему? Вкалываешь, как папа Карла. А зарплату месяцами не платят. Куда же ты пойдешь? Ты же технарь. А в наше время только бизнесмены до челноки делают деньги. Хорошая мысль. Вот в челноки и подамся. Раздел 2А. 6. Крутой. Кто-то или что-то, делающее сильное впечатление. Мой босс крутой парень. Нанял личную охрану, разъезжает на Мерседесе и деньгами сорит направо и налево. 7. Тачка, автомобиль. Вчера мы попали в аварию, так что теперь наша тачка на ремонте. 8. Иномарка. Машина иностранного производства. Мне нравятся иномарки. Они надежнее. А у наших машин то одна деталь сломается, то другая. 9. Шмотки. Одежда. У моей жены только шмотки на уме. Дома нарядами все шкафы забиты, а она все покупает да покупает. 10. Бугор. Заграница. В наше время все, у кого есть деньги, хотят съездить за Бугор на мир посмотреть. Раздел 2. Б. Диалог. Виктор, сколько лет, сколько зим? А, Лена. Привет. Ишь, какой ты стал крутой. Это твоя тачка? Да. Вот видишь, иномаркой обзавелся. Вижу, что ты где-то хорошо устроился. По твоему совету, челноком. Раз в месяц ездим с ребятами за Бугор. В Турцию или в Польшу. Покупаем там шмотки. А потом перепродаем их на местной барахолке. Работа не из легких, но зато деньги появились. То-то ты старых друзей совсем забыл. Не звонишь, в гости не заходишь. Что ты, Леночка, не обижайся. Просто я все время в разъездах. Хочешь прокатиться? Садись. С удовольствием. Раздел 3а. Одиннадцать. Наехать. Оказывать давление, принуждать. Ты на меня не наезжай. Я все равно не скажу, где я был вчера вечером. Двенадцать. Рэкетир. Аферист. Крупный бизнес — хорошая приманка для рэкетиров. Тринадцать. Крыша. Защита от преступников или милиции. Наша фирма платит рэкетирам за крышу. Если другая фирма не рассчитается с нами по договору, мы можем привлечь рэкетиров, чтобы получить долг с недобросовестных партнеров. Четырнадцать. Навар. Прибыль. С этой сделки мы можем получить хороший навар. Пятнадцать. Гулять. Погулять. Веселиться, праздновать. Мы гуляли на свадьбе целых три дня. Раздел 3б. Диалог. Что случилось, друг? На тебе лица нет. До неприятностей с бизнесом. А в чем дело? Только это между нами. На меня наехали рэкетиры. Это не самое страшное. А сколько же они хотят? По 10% от прибыли каждый месяц. Ну что ж, нет худа без добра. Зато у твоей фирмы будет крыша. А что толку от этой крыши, если мне самому Навара почти не останется? Не унывай. Я тебя знаю. Ты из любой неприятности выкрутишься. Пойдем лучше в бар. Там сегодня вечером такие девочки выступают. Погуляем. Раздел 4а. 16. На мели. Без денег. После отпуска я совсем на мели. Даже за квартиру заплатить нечем. 17. Халява. Что-то бесплатное. После конференции был банкет. Можно было на халяву выпить. 18. Бабки. Деньги. На эти бабки сейчас ничего не купишь. 19. Мент. Милиционер. В нашей гостинице круглосуточно дежурят менты. 20. Разборка. Драка. Выяснение отношений. Мне надоели ваши бесконечные разборки. Раздел 4б. Диалог. Извини, друг. Сегодня не могу пойти с тобой в бар. Я совсем на мели, а на халяву гулять не привык. Не переживай. Не такие уж это большие бабки. В следующий раз ты меня пригласишь, а сегодня я угощаю. Ну, ладно, уговорил. Пошли. Смотри, сколько ментов у бара. Наверное, что-то случилось. Обычное дело. Разборка между мафиозными группировками. Здесь это часто случается. Но со мной ты, как за каменной стеной. Проходи. Эй, Катюша, накрой-ка нам столик у окна. Все, как обычно. По 100 грамм водочки и закуску. Раздел 5а. Двадцать один. Друган. Друг. Если надо, мой друган мне всегда поможет. Двадцать два. Красотка. Красивая женщина. Смотри, какая красотка идет. Двадцать три. Интердевочка. Валютная проститутка. В баре международного отеля интердевочки поджидают клиентов. Двадцать четыре. Типчик. Неприятный человек. Там на углу стоит какой-то подозрительный типчик. Двадцать пять. Наколка. Татуировка. У него вся грудь в наколках. Раздел 5b. Диалог. Такое впечатление, что ты всех знаешь в этом баре. Так и есть. Видишь бармена? Это Вася, мой друган. А вон та красотка в мини-юбке — это Маринка. Видел кинофильм «Интердевочка»? Конечно. Кто его не видел? Пару лет назад это был очень нашумевший фильм. Так вот, ее история очень похожа на историю главной героини из этого фильма. Интересно, а кто этот типчик в наколках? Это Юра, ударник из оркестра. Ну-ка, Юрик, сыграйте нам что-нибудь веселенькое. Давай, Витек, выпьем за твое здоровье. За твое здоровье. Раздел 6a. 26. Крутить деньги. Спекулировать. Мой друг крутит деньги, покупает валюту в Москве и перепродает в другом городе, где курс доллара выше. 27. Липовый. Подделанный. У вас липовые документы. В них не хватает печати и подписи. 28. Химичить. Делать что-то нелегальное. По-моему, в этом банке химичат с валютой, ведь у них нет лицензии на ее продажу. 29. Лимон. Миллион рублей. За эту Тойоту я заплатил 100 лимонов. 30. Дать. Выражает удивление, восхищение и так далее. Смотри-ка, черная иномарка мчится прямо на красный свет. Во дает. Раздел 6b. Диалог. Саня, ты по-прежнему деньги крутишь? Или каким-то другим бизнесом занялся? Саня, я теперь перешел на кредиты. А ты разве финансист? Нет. Я всего лишь посредник между государственными чиновниками и банками. Что же ты делаешь? Хожу из кабинета в кабинет и получаю подписи чиновников, разрешающие какой-нибудь фирме получить кредит в государственном банке. Что-то я тебя не понимаю. Как можно этим что-нибудь заработать? Видишь ли, фирма эта липовая. Существует только на бумаге. А каждый чиновник, который дает разрешение на кредит, а также представитель банка, и я, как посредник, получаем проценты от суммы кредита. Все понятно. Опять химичишь с деньгами. И сколько же ты с этого имеешь? Пару лимонов с каждой сделки. Ну, ты даешь. Раздел 7А. 31. Левак. Частный таксист. Что-то на этой остановке нет ни автобусов, ни такси. Поголосуй, может, левака поймаем. 32. Подбросить. Довести. Вы не подбросите нас до вокзала. У нас электричка через полчаса. 33. Идет. Подходит. Встретимся завтра в институте в 9 утра. Идет? 34. Гнать. Ехать быстро. Не гони. Машину побьешь. Здесь очень плохая дорога. 35. Гаишник. Милиционер, наблюдающий за движением. Сбавь скорость. Видишь, гаишник на перекрестке стоит. Раздел 7Б. Диалог. Спасибо за компанию. Мне пора. Жена, наверное, уже заждалась. Тебе спасибо. Я теперь твой должник. Не стоит. Давай возьмем левака. Здесь такси так поздно не поймаешь. Зачем? У меня тачка стоит за углом. Я тебя подброшу до дома. Идет. Только ты не гони. В нашем районе гаишников полно. Оштрафуют за превышение скорости. Да еще и права отберут. За вождение машины в нетрезвом виде. Я все понимаю. Буду ехать строго по правилам. Ну, тогда поехали. Раздел 8А. 36. Лапушка. Дорогой, дорогая. Я так по тебе соскучился, лапушка. Приезжай скорее. 37. Болтать. Поболтать. Разговаривать. Моя соседка может часами болтать по телефону. 38. Трепаться. Потрепаться. Разговаривать. Хватит трепаться. Давай дело делать. 39. Сотовый. Телефон. Поедешь на дачу? Не забудь взять сотовый. Телефон-автомат там уже неделю как не работает. 40. Дорогуша. Дорогой, дорогая. Не расстраивайся, дорогуша. Все будет в порядке. Раздел 8Б. Диалог. Привет, лапушка. Извини, что я так поздно. А ты почему не спишь? Я беспокоюсь, куда ты пропал. Ведь уже полночь. Понимаешь, встретил старого приятеля. Посидели с ним в баре. Поболтали. Выпили по стаканчику. Да уж, потрепаться ты любишь. Это я знаю. Но ведь у тебя всегда с собой сотовый. Надо было позвонить, предупредить, что задерживаешься. Извини, дорогуша. В следующий раз я так и сделаю. Ну ладно, иди спать. А то ведь завтра опять ни свет ни заря убежишь по своим делам. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Раздел 9А. 41. Заскочить. Войти на короткое время. Давай заскочим на минутку на почту. Мне надо отправить письмо. 42. Предки. Родители. Мои предки ушли на пенсию. И теперь не знают, чем заняться. 43. Смотаться. Уйти. Ты что, уже смотался из-за стола? А кто будет за тобой посуду убирать? 44. Кайф. Приятное чувство. Наслаждение. Летом мы отдыхали на Черном море. Такой был кайф. 45. Завал. Огромное количество работы. Провал экзамена. У меня полный завал с проектом. Придется работать выходные. Раздел 9Б. Диалог. Алло. Здравствуйте. А Лену можно? Здравствуйте. А кто ее спрашивает? Это Виктор Шаталов. Подождите минуточку. Алло, Виктор. Как я рада, что ты позвонил. Слушай. Я тут рядом с твоим домом. Можно заскочить ненадолго. Давай. Предки уехали на дачу. Мы одни дома с сестрой. Так может, смотаемся на пляж? На улице полный кайф. И сестру с собой захвати. Ей надо готовиться к экзаменам. У нее полный завал по биологии. Ну, тогда поехали вдвоем. Быстренько собирайся. Я буду через 5 минут. Хорошо. Раздел 10а. 46. Заколебать. Досаждать. Замучить. Мой начальник меня совсем заколебал. Требует отчета за каждое минутное опоздание. 47. Зубрить. Вызубрить. Выучить наизусть. Я вызубрил учебник от корки до корки. 48. Сочковать. Сочковать. Тратить рабочее время. Хватит сочковать. Пора приниматься за работу. 49. 49. Шпаргалка. Бумажка с ответами для жульничества на экзаменах. 50. В нашем институте строго следят за тем, чтобы студенты не пользовались шпаргалками на экзаменах. 50. Дел 10b. 50. Диалог. Ты куда это собралась? Мы с Витей едем на пляж. А можно мне с вами? Ты с ума сошла. У тебя же завал по биологии. Тебе надо серьезно заниматься, чтобы пересдать экзамен. Ты меня заколебала своими советами. Я и так зубрила три дня перед экзаменом. Просто этот преподаватель не взлюбил меня и задал мне самые каверзные вопросы. И я его понимаю. Ты же сочковала почти со всех лекций и лабораторных занятий. Зато у меня были шпаргалки почти по всем вопросам. Что толку от твоих шпаргалок, если ты все равно получила двойку на экзамене? Я знаю, почему ты меня не берешь на пляж. Просто ты втюрилась в этого Витю и хочешь с ним побыть вдвоем. Что, разве не так? Ну, допустим, что так. Ну и что? Продолжение следует...